Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые зрители! Зрители? Почему зрители? Слушатели, конечно! Я посмотрел на моих гостей и понял, что нам лучше гораздо... Мы видим друг друга, понимаете? Нам гораздо интереснее в этом случае. К сожалению, наши слушатели имеют возможность всего лишь слушать, но это тоже неплохо, я вам хочу сказать. Итак, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. И сегодня мы подводим финансовые итоги недели. Вполне логично эта тема для пятницы. Пятница, как известно, день, который нам очень интересен с этой точки зрения. Что мы заработали за неделю, ну или как минимум какие события ушедшей недели мы сегодня отметим. В гостях с удовольствием представляю моих сегодняшних гостей. Это Алексей Труняев, начальник отдела брокерских операций «Лайф Капитал» про Бизнес Банк. Добрый вечер, Леша! Добрый вечер! И это Максим Асачий, начальник отделического управления Банка БКФ. Добрый вечер, Максим! Добрый вечер! Как, друзья мои, дела у вас? Настроение как? Хорошее настроение, погода хорошая, потеплело. Да-да-да, сегодня, причем, где-то я читал, сегодня какой-то опять... Аномальный теплый день. Да-да-да-да, какой-то там рекорд сегодня стараются установить. Установят, кстати, сегодня рекорд, ну какой-то, может быть, краткосрочной финансовой площадки. Накануне начала нашего эфира я отметил, что начались какие-то движения неожиданные, может быть, даже для кого-то. Посмотрим. Итак, традиционно, в 18.06 в Москве мы рисуем с вами картину маслом, что происходит сейчас на финансовых площадках. На финансовых площадках в моменте. Американцы открылись и, собственно, присоединились вот к этому неожиданному движению. Движению вниз, я вам хочу сказать. Дело в том, что индекс Доу Джонса теряет уже 0,6%, СНБ 500 и 0,5%. Наши ребята вошли уже под воду. РТС минус 0,1, МВБ пока еще 0,1 сверху, но я думаю, это ненадолго. Нефть, посмотрим на сырье. Нефть 112.38 текущая котировка, золото 1778, практически на хаях она стоит. А вот индикаторы валютного рынка активно показывают отрицательную динамику именно вот последний час. Час, ну и даже не последний, а текущий час. Особенно, да, фунт здорово просел вот в течение предыдущего часа. Основной набор голубых фишек разнонаправленный, я смотрю. Динамика, да, вот, кстати, Леша за эфиром говорил здесь, да, о чем, про ВТБ. Действительно, вот, полтора процента уже сейчас теряет акции банка ВТБ. Вот, ну, все остальное так более-менее, более-менее, разнонаправлено. Разнонаправлено. Хорошо, на всякий случай еще раз я напомню для слушателей телефон в студию. Вы имеете возможность позвонить, задать вопрос 651099,6, код Москвы 495. Ну, и сайт finam.fm, закладки комментарии. Вы сможете вопрос свой написать, задать его, и мы ответим с удовольствием. Что ж, друзья мои, давайте начнем. Там смс-ками строчите, что ли, я не понимаю, что происходит. Максим. Процесс. Процесс. Процесс, да. Да, это, кстати, стоит подчеркнуть. Трейдинг, дело такое, да, инвестиции, процесс не останавливается ни на мгновение, да. Мониторим ситуацию. Во-во-во-во-во, вместо того, чтобы расслабиться, да, поговорить о чем-нибудь приятном, мы мониторим ситуацию. Боже мой, вот она жизнь-то какая. Давайте поплачемся в эфире, как нам тяжело живется. Ладно, не будем плакаться. Итак, Леша, Максим, давайте сосредоточимся. И что можно сказать в глобальном пока смысле о неких финансовых итогах недели. Что было интересного на этой неделе, да, что, собственно, происходит сейчас, и чем, на ваш взгляд, закончится эта неделя вот сегодня непосредственно. Давай, Леша. Ну, неделя была интересна, если так можно сказать, своей нервозностью. То есть, опять нам напомнили о том, что европейские проблемы не решены. И на начало октября откладывается введение действия, наконец-то, использования Европейского стабилизационного фонда. Продолжаются разговоры по поводу необходимости, так сказать, выкупа облигаций Европейским центральным банкам. Насколько я знаю, в последнее время возникли некие трения между Международным валютным фондом и ЕЦБ по поводу проведения стабилизационной политики, операции выкупа и так далее. Ну, то есть, консенсуса не нашли до сих пор, я так понимаю. Ну, да, стопроцентного консенсуса нет. То есть, я бы сказал, что в Европейском театре продолжается такой долгосрочный спектакль. Есть, по-моему, какие-то спектакли такие, которые 8 часов, что ли, идут. Ну, есть, театр, вы знаете, или 6, или 8. Это хорошее сравнение, хотя чуть раньше Наташа Лесина, я помню, сравнила все это дело с сериалом затяжным, мне кажется. Да, Санта-Барбара, там все продолжается. В Штатах, ну что Штаты сделали? Штаты еще раз сбегали по Доу-Джонсу в район 13600, и сейчас вот торгуется где-то 13380, то есть немножко оттуда откорректировались. Там особо ничего плохого нет. Там сейчас скоро стартует новый финансовый год, и, возможно, стартует финальный этап такого предвыборного ралли, если таковое случится. Время есть, вот посмотрим, кстати, интрига предстоящего месяца, я бы сказал. Кстати, наверное, стоит напомнить уважаемым нашим слушателям, ну и мы с вами лишний раз вспомним, сегодня не просто пятница, как конец недели. А конец квартала. Сегодня последний день месяца, сентября, ну рабочий, по крайней мере, и сегодня конец квартала третьего, да. Вот, значит, упомянул я уже как бы два таких центра раздражения, да, так, финансовых, США и Европу. Третий, так сказать, очаг, это Азия и Китай. В Китае опять никак не удавалось переломить, понижательный тренд на фондовом рынке, и были попытки, конечно, отскочить наверх, то есть зреют опять ожидания на новый этап какого-то количественного смягчения. Но ожидания есть, посмотрим, а действий пока нет. Но мне бы хотелось единственное напомнить, что китайцы очень любят делать всякие заявления вне торговые дни, поэтому, может быть, даже в эти выходные что-то мы услышим. Потому что в последнее время, вот последние несколько дней была даже попытка подрасти по ряду позиций в Китае на фоне этих ожиданий. Ну и конфликт между, там, Японией и тем же самым Китаем, и, так сказать, по поводу островов имеешься в виду? Да, да, да. Он, может быть, не такой, не имеет какого-то такого глобального значения. Я прошу прощения, в одном из средств массовой информации вот этот озвученный конфликт освещался так. Что-то там, Тайвань, по-моему, от Китая выступает, да, основным игроком на этом поле военных действий. Так вот, там они друг друга обстреливали, обстреливали из водяных пушек. Да, это я слышал, да. Ну это такая а-ля клоуна какая-то, мне так сказать. То есть, что можно сказать, за прошедшую неделю полной стабильности и полного такого благоденствия не наступило практически, наверное, ни на одной площадке. Хотя, если сравнивать ситуацию в США со ситуацией в Европе и ситуацией в Китае, наверное, там более благодушное настроение. Благодушное, тем не менее, сегодня, не сегодня, когда это было, в четверг, да, публиковалось окончательное ВВП за третий квартал в Штатах. И оно еще хуже даже, 1,3 там они нарисовали. Там противоречивая статистика, что-то хуже, что-то лучше. Продолжаются разговоры о том, что может быть расширена программа выкупа, то есть QE3 плавно перетечет в QE4 за счет расширения выкупа инструментов. Некоторые аналитики уже ожидают, что после выборов, в частности, это произойдет и, возможно, прогнозируют повышательную динамику по индексу Dow Jones и S&P до конца года. Но это только одна из гипотез, один из сценариев. Причем, Леш, извини, да, вот есть смысл обратить внимание на то, что действительно статистика так себе, разноречивая, я согласен, но тем не менее, да, все-таки окончательный ВВП, это точка ВВП за третий квартал. 1,3, он даже хуже предварительного, хуже ожидать, но тем не менее, логика ведь какая, плохая статистика, может быть, да, запущена QE4, и обычно, ведь рынок этому радовался, и он рос активно, ну, обычно, или как минимум последние вот события, связанные две недели, три недели назад. Ну, вот вчера был взлет, а сейчас Америка теряет практически все, что они, все, что вчера было. Я вот в моменте смотрю на график евро-доллара, это просто уже ниже 29, он уже активно падает, он падает, на чем мы вот не можем, к сожалению, сейчас с вами. Эту новость, может, это новость какая-то, я не знаю, но тем не менее, есть снижение вполне, достаточно активное. Ну, по ВВП США я бы как бы не сказал все-таки, что какой-то оптимизм острый такой, потому что за второй квартал, в общем-то, ожидали 1,7, насколько я помню, а получили 1,3. Это, в общем, не очень хорошо, хотя вроде бы рынок это как-то не очень заметил и отыграл. Проглотил. Вот. Но в целом, можно сказать, что вот даже, может быть, не в рамках этой недели, а вот основная тенденция вот ближайших недель, это все-таки новый глобальный раунд количественного смягчения, который был запущен, ну, скорее всего... Ближайших ты имеешь в виду за спиной, что остались ближайшие, да? Ну, да, да. Ну, скажем так, отмерим пока до президентских выборов в ноябре. Максим, извини, перебью тебя, потому что давайте сейчас послушаем все вместе новости в исполнении Насти Юрьеви, а потом продолжим об этом разговоре. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. На Финам.ФМ продолжается программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Подводим финансовые итоги недели. В гостях сегодня Алексей Труняев, начальник отдела брокерских операций «Лайф Капитал» про Бизнес Банк и Максим Асачий, начальник аналитического управления «Банк БКФ». Добрый вечер, коллеги, еще раз. Добрый вечер. Телефон в студию, уважаемые слушатели, для вас напоминалочка. 6510-996, код Москвы-495. Звоните, задавайте вопросы. Сайт компании финам.ФМ. Пишите, задавайте вопросы. Еще хотелось продолжить, да? Присылайте бандероли с вопросами. Ценные переводы. Бандероли не только с вопросами. Ну, это понятно, да, да, понятно. Зачем надо бандероли для вопроса использовать? В общем, всячески, 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 задавайте свои вопросы. Пользуйтесь случаем, кстати, ну, что там говорить, уважаемые сегодня люди у меня в студии. Это правда. Сейчас я скажу, это правда. Хорошо, продолжаем разговор. Собственно, прервали мы, к сожалению, Максима, да, который попытался свой взгляд на вещи эти, на текущую ситуацию объяснить. Максим, продолжай, пожалуйста. Итак, по моему мнению, ключевым моментом, ключевым фактором, который уже определяет более недели и будет определять... До выборов, да, ты сказал? На самом деле, да, по крайней мере, до выборов президента США, это количественное смягчение. Причем не только американское QE3, это и ранее начавшаяся новая фаза количественного смягчения в Европе, когда было объявлено о том, что будут поддерживать евро любой ценой, за ценой не постоят, за счет скупки, в первую очередь, активов, таких стран, как Испания, Италия. Далее, 13-го числа эстафетную палочку перехватил американский Центробанк. Ну уж там основной ключевой момент, что по 10 миллиардов и на неограниченное время будут по 10 миллиардов долларов в неделю будут скупать mortgage-backed securities, да, то есть ценные бумаги, основанные на ипотеке. Вот, это ключевой момент, и будут удерживать ставку 0,25, ну, до 15-го года. Вот, ну и плюс еще операция TWIST продлится, в общем, пакет хороший. После этого ответила Япония, там будет выкинуто на рынок аналогичным образом 10 триллионов иен, 10 триллионов иен, вот. И, наконец, последние уже на этой неделе прозвучали сообщения о поддержке политики количественного смягчения со стороны Китая. Народный банк Китая направит в финансовый сектор около 100 миллиардов долларов в общей сумме. Ну, то есть печатные станки ведущих включились на полную мощь, но, единственное, не поддержал и пошел, так сказать, в противоположном направлении наш Центральный банк, который... Это серьезно? Это серьезно, да, то есть они прям 13-го числа, 13-го сентября аккурат с решением за несколько часов, правда. Ну, видимо, в пику они хотели, да? Да, да, ну, вряд ли они знали. То есть вы ослабляете монетарную политику, они в эфире будут сказаны, а мы вон что сделаем. Да, они, наоборот, ужесточили, ну, как вы знаете, подняли ставочку на 0,25, ну, ставочка-то бог с ней, она мало кому интересна. Вот, а подняты же и основные ставки вливания ликвидности банковской системы, там, и по однодневным, и так далее, и по семидневным репо. Все это, в общем, не совсем понятно, зачем это было сделано. То есть понятно, что есть такая политика, когда все включают печатный станок, надо делать это одновременно. Одновременно и все. Вместе со всеми. Да, вместе со всеми, потому что, ну, элементарная причина такого поведения. Если ты это не сделаешь, у тебя валюта начнет укрепляться. Кстати, что мы и наблюдаем. Безусловно. А валюта укрепляется, позиции твоих производителей ухудшаются, у тебя зарастает чистый экспорт, снижается чистый экспорт, в общем, все плохо. То есть пока политика Центрального банка остается мне не совсем понятна, ну, дай бог с ним. Вот. Это первый момент. И, кстати, мы видим лучше всего последствия, скорее всего, на золоте, которое сейчас растет очень и очень хорошими темпами. Да, да. То есть с момента начала количественного смягчения и вот по сей пору уже где-то 100 долларов оно прибавило. Вот. Я думаю, что можно, в общем-то, вполне ответственно рекомендовать нашим уважаемым радиослушателям, в общем, подумать на тему увеличения. О покупке. Да, покупки золота. Покупки, да, золота. Вот. Ну и, в принципе, конечно, количественное смягчение должно отражаться позитивно, ну, как бы, на ценах активов, в том числе и финансовых. И, соответственно, в целом снижать ставки, которым уже и да, непонятно, куда снижаться, но вот, как бы, они снижаются. И, соответственно, растут финансовые активы. Ну, мы видели, что, например, Стандартенпурс 500 у нас вышел на исторический хай. Это, в общем-то, показатель. Особенно с учетом того, что американская экономика находится в отнюдь не самой здоровой точке. То есть, ну, рост 1,3, это уже, в общем, близко к стагнации. Вот. Тем не менее, тем не менее... А максимум практически докризисный, да, вот, и тысячи тысячи десятков. Такое впечатление, что такой вот мощный шприц, который всадил мощнейшую дозу наркотика в зад глобальной экономики. Ну, со стороны американцев это понятно, выборы... Причем, Мит Ромни допустил величайшую ошибку, заявив, что в 14-м году, по истечении терма Бернанке, он пошлет его в далеком направлении, обратно, видимо, преподавать. Вот. Ну, и, соответственно, развязал господину Бернанке руки. Да, да, да. И тот включил со зла печатный стамбур. Ну, в принципе, он оказался, да, выбора у меня нет. Да, выбора нет. Бернанке пришлось, да, только Обама. Обама однозначно. Вот. Ну, и статистика, в общем-то, по безработице все-таки несколько улучшилась. Так что... Ну, еще мы не видели, да, собственно, у нас была последняя статистика августовская, да, и сейчас... Ну, тем не менее, тем не менее, прогнозы улучшаются по безработице. Вот. Так что, понятно, что и на рынок недвижимости все это вылезет, активизируются покупатели, цены пойдут вверх, то есть, ну, какой-то стимул для развития... Какой-то толк будет от этого. Какой-то... Понятно, что этот импульс очень быстро сойдет на нет, как всякий монетарный импульс. Вот. И все это вылится, в конечном итоге, в глобальную инфляцию. Это, кстати, глобальная инфляция, это отдельная песня. Для России она особенно важна с учетом другого фактора, мощнейшей засухи. Она... Агроинфляция важна и для Европы там засуха, и для Америки, и для нас. То есть, мы видим, что происходит, например, на рынке зерна, у нас урожай всего будет на уровне где-то 71-72 миллиона тонн. Ну, напомню, что в 2011 году превышал 90 миллионов тонн. Вот. Там в Новороссийске творится страшное. Цены вышли уже на уровень, по четвертому классу на уровень 11 тысяч рублей. 11-200 было, по-моему. Вот. Покупатели просто с ума сходят, вычищая за корма родины. Вот. Так что... С инфляцией будет на фоне печатного станка все хорошо. Какие выводы, опять-таки, можно сделать? Кому будет хорошо? Инфляцией быть, да, заявил Максим. Никуда она не денется. Давай. Выводы. 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 Конечно, уже вывод по золоту сделали. Возможно, все-таки мы увидим какой-то импульс и в сырье. Но. Вот тут тонкий момент. Например, ситуация с Китаем, к сожалению, не очень позитивна. Китай начинает охлаждаться. Уже я вижу разные прогнозы по 2012 году. И, в общем, 8% уже кажется мифом. Уже видим прогнозы уровня там 7 и ниже процентов роста Китая. Там уже начинают закрываться заводы по производству стали. Это очень и очень негативный показатель. Такое впечатление, что экономика Китая может переохладиться. Вот это один из самых крупных рисков, вообще говоря, которые мало рассматривают. Да, то есть резкое охлаждение Китая очень и очень неприятно для мировой экономики. И вообще говоря, интересно, ведь Китай напоролся, в общем-то, на то, за что и боролся. То есть что происходило? Мощнейший отток производства в Китае происходил. На более сверхдешевая рабочая сила оттягивала потоки производственной мощности в Китае. Но что произошло в итоге? Уходят из Западной Европы, из Америки производства в Китай, а там сокращаются. И идет мощный поток китайского дешевого ширпотреба. Там уже автомобили пошли, черри и так далее. В ту же Западную Европу, в те же Соединенные Штаты. И получается забавнейшая штука. Когда производство уходит из, скажем, Западной Европы в Китай, в Западной Европе возникает безработица. А когда возникает безработица, а кто же покупать-то будет у китайцев? То есть это первый фактор. А второй фактор банальный, когда устремились мощные потоки капитала, когда производство начало выводиться в Китай, ну, цена рабочей силы пошла вверх. И опять-таки производство начало выводиться, выдавливаться из Китая в соседние страны. Вьетнам, Камбоджа. И еще дешевле. И еще дешевле. То есть со всех сторон у Китая засады. Я вот смотрю с большой тревогой на Китай, как на возможный источник следующего удара глобального кризиса. Уже не второй волны, а чего-то пострашнее. Но на самом деле надо разобраться сначала, чтобы с Европой нас ждет в ближайшее время. Но риски, конечно, с Китаем это, я с тобой согласен, вопрос серьезный. Ладно, это тема для разговора, но я прошу прощения, этот разговор мы продолжим чуть позже. Сейчас самое время послушать интереснейшие новости в исполнении Насти Юрьевой. Уважаемые слушатели, мы продолжаем сухой остаток на Финам-ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, подводим финансовые итоги недели. И напомню моих сегодняшних гостей, зовут одного Алексей Труняев, начальник отдела брокерских операций Life Capital Pro Business Bank. А второй никто иной, как Максим Ассадчий, начальник аналитического управления банка БКФ. Только что за эфиром мы смеялись, да, то есть наша вторая часть программы была практически бенефисом Максима, страничкам Максима Ассадчева. Это нормально. Я, тем не менее, хотел бы обратить ваше внимание, ну вот я сижу с удовольствием пялюсь в монитор, на графики, на всякие, да. На прочие вещи. Продолжается падение, продолжается падение. Я даже сказал, что оно усиливается. РТС уже рисует достаточно серьезную черную свечу, закрывающую вчерашнюю белую. Да, наши уважаемые слушатели, знатоки технического анализа, наверняка скажут, аааа, скажут они, рисуется медвежье поглощение. И будут правы. Кстати, рубль, я сейчас в моменте назову его котировку, 31.25 уже. Уже достаточно серьезно. Ну, вот на евро-доллар я смотрю, 28.50. В общем, все замечательно. Итак, мы продолжаем наш разговор, мы подводим финансовые итоги недели. Но, в принципе, я не возражаю. У нас сегодня настрой такой, я бы сказал, именно пятничный, да, что уже неделя. Рабочая неделя, так сказать, позади вечер ближайший можно уже проводить, да, в кругу семьи, ну, или в каком-то другом кругу, который вы выберете себе сами. Думать о, так сказать, работе все меньше и меньше, о котировках все меньше и меньше. Думать о завтрашней субботе и воскресенье. Вот именно в таком темпе мы проводим сегодняшнюю беседу. Несмотря на это, Леша... Я сейчас хочу вернуть котировку. Котировку он хочет вернуть еще. Какая котировка, Леша? Семь часов пятницы уже. Давайте, мы продолжим разговор. Вот в таком еще раз повторю, да? Олегра-модератор, что называется. И, Леша, к тебе вопрос. Что же происходило на этой неделе с Европой и вообще что ждать-то нам? Ну, с Европой, я повторюсь, там была нервозность. Опять постоянно какие-то не успевают затягиваться старые раны. Я, насколько понимаю, на этой неделе волна протестов в разных странах прокатилась по Европе против режима жесткой экономии. Да, принятие новых бюджетов на следующий год. И в Греции опять, и в Испании появили такой пример, что как испанский сапог. Бюджет Испании на следующий год, это испанский сапог, то есть сжатие. А испанский сапог, это откуда? Горота. Пытка, пытка, пытка. А, инфизиция. Я вспоминаю, итальянский сапог, да, ну, глядя на границу. Итальянский сапог, это немножко другое. Лучше, чтобы до испанского не доходило. Это да. Это больно. А бюджет на следующий год, который удалось не без труда, как я понимаю, вчера все-таки утвердить, с испанским сапогом. То есть ожидается очередное сокращение, по-моему, около 40 миллиардов евро было изысканно для экономии. Посмотрим, как все это будет. А до этого были большие дискуссии, большие дебаты. И волатильность неприятная, и снижение, в частности, на европейских рынках было связано с тем, что не было уверенности в том, что все-таки удастся в Испании утвердить свой бюджет. Но я бы хотел вернуть все-таки внимание наших уважаемых радиослушателей к российскому рынку, да, и пару слов сказать по поводу того, что мы наблюдали на прошедшей неделе, которая вот уже торговая неделя сейчас скоро завершается у нас. Значит, к сожалению, всю неделю по ликвидным бумагам, индексообразующим было давление. Со стороны продавцов или продавца есть мнение, что на рынке присутствовал один большой продавец. Значит, в каких бумагах, если даже это и так, утверждать, конечно, на 100% мы этого не можем, но в каких бумагах видно было давление? Значит, прежде всего это Сбербанк, прежде всего это Сбербанк, также Газпром, чуть раньше Роснефть, до закрытия реестра, то есть недели раньше, Лукойл, также Лукойл, ну и в меньшей степени другие бумаги. В то же время, надо отметить, что в бумагах второго и третьего эшелона, а некоторые из этих бумаг, такие как Соллерс, оказались существенно лучше рынка, там играли свои корпоративные новости, то есть хорошие корпоративные перспективы, скажем так. И поскольку эти бумаги не маржинальные, и если большой продавец или продавцы и были на рынке, то у них была следующая задача, то есть предполагаем, да, это гипотеза наша, как бы версия, как там, Шерлока Холмса, доктор Ватсон или кого там еще, не знаю, а, полковника Зорина, версия полковника Зорина, нужно было распродать достаточно большой объем ликвидных бумаг на российском рынке за определенное время. Я вот даже возьму на себя смелость и рискну предположить, что, возможно, эти продажи уже и закончены. Сейчас даже попробую объяснить, почему. Еще вчера наши радиослушатели помнят, что бедный Сбербанк всячески пытался сверху вниз тестировать 89,50, вот так сказать, последний свой технический рубеж, следующая остановка 85, сегодня все-таки отскочил, отскочил и даже торговался какое-то время чуть выше 91. Значит, на мой взгляд, на мой взгляд, я вот успел все-таки большую часть времени сегодня на торгах все-таки провести перед эфиром такого давления, которое было даже еще вчера со стороны продавцов, там не было. Нужно еще отметить, что вот эти продажи, которые наблюдались в ликвидных бумагах, привели к срыву стопов, срыву стопов. И при прохождении определенных уровней сверху вниз, например, Сбербанк 92 рубля, Газпром 160 и 158, наблюдались, так сказать, технические продажи. Технические продажи, потому что кто-то, наверное, и на маржу брал. И что сделала прошедшая неделя? Прошедшая неделя и, собственно, даже прошедшие две недели, я бы сказал, после введения количественного смягчения в США нового раунда, они охладили пыл инвесторов, в частности российских. И вот были такие разговоры, я очень хорошо помню после заявления Бернанки, что ну все, теперь нам открыта дорога к росту практически на два месяца. Ну вот и такой небольшой холодный душ. Я рискну цинично предположить, что может быть для рынка это даже чуть лучше. Может быть это чуть лучше. Но с технической точки зрения, вот индекс МВБ болтается вокруг своей 200-дневной средней. И были попытки Медведей уронить значение его ниже, чем 1450. И нужно следить внимательно все-таки за ситуацией. Я не знаю по какой причине, но если вдруг им это удастся и удастся продавить даже, скажем, ближе к 1420 или ниже туда, значит нас могут ожидать какие-то неприятные кульбиты. Но все-таки будем надеяться, что в четвертом квартале российский рынок сможет что-то показать. Потому что сейчас, вот в данный момент, от начала года, от конца декабря 2011 года мы имеем всего-навсего около плюс 3% примерно. И колеблется вот там плюс 3, плюс 2,5, смотря какое значение индекса было. Потому что было в какой-то момент даже вчера, по-моему, 1438,6 минимум локальный. То есть до предыдущего не дотянули до 1420, чтобы вернуть, но тем не менее. Поэтому были большие продажи, в ликвидных бумагах было давление. Второй эшелон выглядел хорошо. Но сейчас, вот обещал, так сказать, проиллюстрировать, да, что мы сегодня наблюдаем. Америка минусует, практически весь свой рост отдала. Тем не менее, тем не менее, мы находимся сейчас в нулях по индексу ММВБ. Более того, сегодня лучше рынка смотрятся такие бумаги, как Сбербанк, Ростелеком, в принципе, Лукойл можно туда же отнести. Сургут нефтегаз обыкновенный. А с чем это связано? С тем, что стабилизировалась ситуация на нефтяном рынке. По европейскому сорту, по бренду, там просто боковое движение на достаточно высоком уровне. Вокруг 112 долларов. 112 держит, да. В Штатах ситуация чуть хуже, чуть хуже. Там медведи вели себя чуть наглее, но тем не менее. Может быть, может быть, либо стабилизация на нефтяном рынке, либо даже рост нефтяных котировок под влиянием, так сказать, той ликвидности, которая влилась, да, напряженность на Ближнем Востоке никуда не делась. Помогут и нашему рынку стабилизироваться. Тем более, если, так сказать, означенные товарищи, о которых мы высказывали нашу гипотезу, полковника Зорина, закончили свои замечательные продажи, им нужно было завершить до конца третьего квартала, с чем я их и поздравляю. Они оказали очень большую медвежью услугу российскому рынку. Ну, вот, пожалуй, все. Браво, браво. Здесь аплодисменты. Ты готовился, это же видно. Это просто вот такая... Ну, наболело. Такой спич у тебя, Леша, да, тоже прорвало. Это была страничка. Крик из биржевого стакана. Да, да, да. Это была страничка Алексея Трутьева. Леша, спасибо огромное. Действительно, я подчеркну просто, да, безусловно, ну, Леша как непосредственно человек в рынке всегда, ему виднее, да, эти крупные покупатели, некрупные, есть кто-то, нет кто-то, да, есть мнение, мне все нравится. Бог с ним. Мнение действительно существует. Но главное, я подчеркну, мы не случайно с этого начали. Сегодня последний день, да, неделя, месяца и квартала. Есть определенные технические просто, да, моменты, с которыми иногда связано конкретное присутствие игрока на рынке, да, не потому что он там спекулирует или какой-то сигнал у него технический, а потому что ему тупо надо, да, закрыть и отчитаться. Совершенно верно, закрыть и отчитаться, и вот очень часто такие движения, это результаты. Ну, да, позволю себе еще одну ободряющую такую вещь для радиослушателей. Значит, сегодня традиционная статистика была, наблюдается приток фонда, который инвестирует в Россию, значит, он наблюдается за последнюю неделю, и в том числе, в целом мы имеем положительное сальдо по этим фондам с начала года. И чуть меньше миллиарда долларов. Достаточно неплохая цифра. Сальдо, да, чуть меньше миллиарда? Да, ну, то есть были оттоки, были притоки, но в целом где-то примерно плюс 940-950 миллионов долларов. Ну, это позитивно. Не бог весть что, да. Это немного, но это как минимум плюс. Да, Максим? Перед эфиром мы вот обсуждали с коллегой. Вы обсуждали с Сочи, насколько я слышал. Нет, не только, мы много чего обсуждали. Уже мы заметили, что Центральный банк России идет не в ногу с Центральными банками коллегами. Да, да, ты об этом сказал уже. И есть один тонкий момент. У нас есть очень большой спред, зазор между высокими ставками в России. Ну, напомню, у нас Межбанк там овернайт на уровне 6%. Да, 6%. 6%. После поднятия ставки тоже все подорожало. Вот, у нас ставка наше рефинансирование 8.25, а ставка рефинансирования БРС, например, между нами 0.25. Напрашивается приток. Да, сравните керри, керри сравните. Да, да, и естественно возникает, да, и более того, повторяю, они смягчают, то есть у них должны ставки падать, а мы наоборот ужесточаем, у нас ставки должны, да, и они реально дальше будут тратить. Но единственный нюанс, конечно, там у нас налоговые вещи мешают. А вдруг это такое прозорливое решение, так сказать, с целью привлечь? Да, 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 напережение. О, теория заговора, да. Нет, наоборот, это позитив. Получается, получается, напрашивается идея о том, что вот керри трейд, который имел место в России, я уже начинаю пугаться от пахания руками, да, керри трейд, который был в 7-8 году, может... Ну, до 8-го все-таки, да, до кризиса. Да, 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 ну, естественно, до кризиса. Вот. И котировки тогда росли, да, прошу просили? Да. Почему бы этот керри трейд, в общем-то... Не возобновить. Не возобновиться. И я, более того, из разговоров с практиками, с казначеями, я, в общем, вынес для себя ту мысль, что, скорее всего, как только решится проблема с Евроклиром, и иностранцы получат реальную возможность покупать ОФЗ, вот этот керри трейд мы увидим по полной программе, и потоки капитала могут развернуться на 180 градусов. Мы видели, что, ну, например, в 2011 году отток был 8,5 миллиардов долларов, и он продолжался и в этом году. Но вот сейчас появляется все-таки некая светлая мечта, надежда на разворот тенденции, вот, которая отразится в том числе не только, естественно, на ОФЗ, на ставках, но отразится и на фондовом рынке. Согласен. И я добавлю, естественно, отразится и на курсе рубля. А вот в этом случае я бы хотел и спросить, да, при этом давлении на рубль, при этом желании спекулянта, да, быстренько, учитывая ставку и прочие прелести, да, российской, войти в рубль. Где он может очутиться, Максим? Ну, скажем так. Против нынешних, 31. Я не удивлюсь 30 к концу года, вот не удивлюсь. 30, это рядом, 30 с полтиной был две недели назад. Ну, теоретически, если допустить, что пойдет мощный приток, то мы могли увидеть и 27, 28. Вот. Здесь включается забота, забота об экспортерах, поэтому здесь мы не можем прогнозировать, насколько эта забота окажется сильной. Согласен, согласен. Ну, здесь, да, я, естественно, я не просил даже прогнозов каких-то, но просто вот мы продолжаем логику, Максим ее предложил. Ну, это было бы логично. Да, и 27, то 28 логично увидеть, но с другой стороны, центральный банк все-таки, он уже не совсем уже, да? Ну, начнут включать печатный ссылок. У нас, впрочем, оно и понятно, как только начинается мощный приток, увеличивается приток нефтедолларов и капитальных потоков, приток в Россию, соответственно, включается печатный станок для того, чтобы просто... Ну, естественно, удержать, удерживать, да, интервенции. Ну, что ж, великолепно, мне очень понравилось, мы вспомнили старый добрый кэрри трейд. Продолжим этот разговор, послушаем новости. Итак, 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 это правда, на Финам ФМ сухой остаток. Мы продолжаем, а точнее, мы вошли в последнюю, заключительную стадию программы, последние 12 минут, мы подведем итоги, итоги сегодняшней темы. А тема сегодня та же самая, итоги в неделе. Итак, мы подведем итоги итогов. Так получается. Напомню, сегодня в гостях Алексей Труняев, начальник отдела брокерских операций Life Capital Pro Business Bank, Максим Асачий, начальник аналитического управления Банк БКФ, телефон-студию 6510-99,6, код Москвы 4. Все начал напоминать я. Ну, уже поздно напоминать. Кстати, пришел вопрос от нашего постоянного слушателя, его зовут Игорь. Ну, постоянный он, потому что я его помню, да, что называется. Вопрос мне адресован, но так забавно формулировка. Олег, спросите, спросите, Олег. Леша, сейчас я буду спрашивать. Спрашивайте. Если все так хорошо, ну, видимо, да, из ваших выступлений, вот, у Игоря такое впечатление. Все так хорошо. Или все будет хорошо. Если все так хорошо, спрашивает Игорь, то, видимо, среднесрочно надо избавиться от долларов. Что вы по этому поводу, Леша? Не исключено. Не исключено. Не, ну как, если вот мы продолжаем пока, да, разрабатывать, что называется, гипотезу попытки восстановить с Российского фонда рынка в четвертом квартале, и рынка акций, и рынка, так сказать, фикс инком, рынка облигаций, как государственных, так и, в частности, высоконадежных корпоративных, мы думаем, там тоже, может быть, снижение доходности при реализации операции корритрейт. То да, то да, можно попробовать, ну, если не совсем избавиться, я думаю, что в России, конечно, нельзя совсем избавляться. Если средств достаточно, то нужна всегда какая-то диверсификация, да, особенно если у вас, не дай бог, есть какие-то обязательства в валюте, в данной, то тогда точно не нужно совсем избавляться. Вот, но можно попытаться увеличить, скажем, долю акций и облигаций, то ли в портфеле, и уменьшить долю валютного кэша, в частности, вот, долларов. Ну, то есть, логика есть в этом, да, среди срегистрирования? Рублевых активов, я бы сказал. Рублевых активов, да, рублевых активов. Вот, вот, насчет евро, посомневаюсь, все-таки ситуация в Европе, она такая тяжелая. Да, евро я даже не предлагаю. Меня, меня... Подожди, евро с точки зрения, вот, диверсификации, пресловутых. Нет, я вот сейчас даже бы с точки зрения диверсификации, вот, как-то постеснялся бы, и вот по какой причине. Давай. Начинает раскачиваться социальная ситуация. В еврозоне сейчас, думаю. В Испании. Вот что плохо. То есть, те массовые беспорядки, которые мы наблюдали в Греции, которые приводили, вот, это в крошной Греции. И в Испании еще сепаратистские настроения. А теперь, да. И там, вот, то, чего не было в Греции, помимо недовольства мерами аустерики, да, прибавляется, ну, экономия бюджетная. Прибавляется еще и сепаратистские настроения. Мы видели мощнейшие демонстрации, то есть, там, какая там болотная, полтора миллиона человек в Каталонии, да, за... в Барселоне. Полутора миллионная демонстрация, которая, по существу, выступала за отделение... От Испании. От Испании. От Испании. То есть, речь идет о мощных сепаратистских движениях. Ну, по крайней мере, они настаивают на том, чтобы денежки врозь, то есть, чтобы не отдавать из бюджета самой богатой автономии деньги в испанский, общий испанский бюджет. То есть, смотри, мне показалось забавным, ну, не забавным, а важным, извините, уже забавным, неправильное слово, неуместное. То есть, ратуют испанцы не за выход из еврозоны всей Испании, да, а именно о разделении внутри Испании. Разделение, да, о разделении Испании. То есть, это... Это уже катастрофа, конечно. Это... вот эти нюансы, помимо стандартных нюансов с безработицей, ну, напомню радиослушателям, там ключевые цифры, что каждый четвертый испанец, ну, то есть, 25% безработица, каждый второй молодой человек... Не имеет работы. Не имеет работы. Вот. Но у всякого облака есть, как знаем, серебряная подкладка. Испании зато удалось нарисовать красивый бюджет на следующий год, который снижается... Ну, да, 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 действительно, действительно, они убедительны были. Конечно же, рисование-то хорошо. У них там Ласкес был, то есть, Гоя, выдающиеся художники, они, в общем, снижают традицию. В итоге рисование оказалось столь успешным, что рынок поверил им. Оно реалистические картины нарисовали. Вот. Рохо и Энт Компани. Вот. И эти картины оказались настолько успешными, что снизилась... Доходность. Снизилась страх... Да, доходность там по суверенному долгу испанскому, там CDS сократились. В общем, там 6%... Извините, на секунду тебя перебил, мне понравился твой подход, да, что так хорошо нарисовали, что рынок поверил. Я порой на семинарах своих сравниваю рынок с ребенком, с ребенком, ну, таким, причем, знаете... Наивным. Наивным, до 5 лет, условно говоря, который, не понимая глубины происходящих событий, реагирует эмоционально на все. Он или плачет, или смеется. Вот получается, что рынок в какой-то степени именно так реагирует. Он не разбирается. Ну да, нарисовали. Насколько реальный этот бюджет и насколько реально его выполнить. Рынку это неинтересно. Он увидел красивую картинку и говорит, ой, как хорошо. Фишка в том, что как раз в преддверии голосования по бюджету, да, была игра на понижение, да, доходности облигаций росли, в частности, испанские. Фондовые индексы снижались, европейские. Как только приняли, даже и в Штатах какой-то импульс был к росту. Поэтому классическая ситуация. На ожиданиях движение в одну сторону, потом по факту... По факту в другую сторону. Просто рынок такой, так сказать, животный, который не может стоять на месте, ему просто неинтересно. Обязательно куда-то нужно вот этот воздух перемещать, гонять и пытаться на этом зарабатывать. Ключевой момент вот с Испанией состоит в том, что мы на самом деле видим только движение в одну сторону. Реально мы и наблюдаем. К обрыву ты имеешь в виду. К обрыву ты имеешь в виду. А там, я понимаю, дела, в общем, обстоят немногим лучше, чем в Испании. Просто сейчас это не актуально просто об этом говорить. То есть я думаю, что бомбы будут взрываться очень хорошие в Европе. Поэтому, повторяю, вот давайте пока больше рубля, меньше евро. Ну евро непонятно. Вы вообще его... Там чисто технически по евро, когда удалось вытащить актив выше 1.30, и там чуть выше было сопротивление, по-моему, было 1.35 или нет. Не-не-не. Нет, сколько там? 31 с полтиной было. Ну да, 1.32. 1.32. И там как раз очередной там такой долгосрочный понижательный тренд проходил. И даже многие такие серьезные валютные игроки писали, что не-не-не-не-не, как только туда выйдет актив, после этого коррекция. Ну мы сейчас наблюдаем оттуда такую довольно плавную как бы коррекцию. Срывов каких-то тоже нет, конечно, пока. Ну вот я сейчас... Да, я сейчас сразу любимым делом начал заниматься, со слов Леши. Вот он долгосрочный этот тренд, да, нисходящий с максимумов 11-го года. Да-да-да. Действительно, вот уровень 31.50, это как раз линия тренда нисходящая, линия сопротивления. Оттуда мы видим движение вниз. Ну и учитывая текущую кодировку, смотри, 31.50, сейчас 28.50. Уже 300 пунктов, да, три фигуры, прошагали мы за эти две недели. Это нормально. Это нормально. Так, хорошо. Хорошо. Ну, по поводу рубля все-таки я еще раз хотел бы вернуться. Я думаю, что и слушателям нашим интересно. Ну и давайте мы просто уточним. Значит, идея, идея. Оригинальная, да, Максим, все-таки так ее назвать? Оригинальная идея Максима, связанная вот с словутой технологией корритрейда, предполагает, что в определенный момент у нас есть возможность надеяться на приток капитала. Разворот капитала. Ну, хорошо, разворот не надо, но как минимум приток капитала на нашей рынке, что в свою очередь, да, укрепляет рубль. Укрепляет рубль, и мы... Снижение ставок. Цифры, да, увидели. И, значит, позитивно. Свет в конце. Свет в конце чего? Коридора. Валютного. Валютного, да. Ну, не совсем. Свет в конце туннеля в определенном смысле мы видим, поэтому не хотелось бы уж так. Но, тем не менее, действительно, это будет некий оптимизм. И, так сказать, увидим рост на рынках, на отечественном рынке, да, и это все хорошо. А если... Извини, Максим, конечно. Нет. Нет, не извини, что я заранее предупредил. Не извиню. Хорошо. А ежели Энтова не случится все-таки, Леш, если не будет вот этой пресловутой, да, идеей. Умами инвесторов она... Кэрри трейд. Не овладеет, да, и они скажут, ну, его нафиг этот кэрри трейд. Ну, его нафиг этот... Рынок российский этот, да. Не будет, если большого притока, тогда многое будет зависеть просто от цены на коммодитис. От цены на нефть различных сортов. Если там не будет какого-то обвала, будет хотя бы какой-то вялый такой повышательный тренд. Ну, наверное, будем как-то пытаться своими силами. Будем играть отдельные темы, да, как вот в ситуации с Солерсом. Там, где есть хорошее, так сказать, корпоративное управление. Возможно, будет играться тема с Роснефтью, да, то есть перспектива развития. Ближе к... Уже в начале следующего года опять всплывут, и они уже сейчас как бы всплывают на некоторых бумагах дивидендные темы. Да, то есть многим эмитентам, там, где государство, скажем так, принимает непоследнее участие в управлении акционерным капиталом, приказано повысить... Мягко говоря, непоследнее участие. С другой стороны, есть компании как бы частные, которые будут продолжать, видимо, политику дивидендную достаточно неплохую. Если так, у нас набирается в этой дивидендной корзинке где-то примерно там 4-6 эмитентов. 4-6 эмитентов. Сургутнефтегаз, возможно, вот в свете последних, так сказать, распоряжений Роснефтегазпром, возможно, по-прежнему ТНК, Башнефть и многострадальный МТС, тем не менее. Лукойл, Лукойл сюда же присоединится, так сказать, в свете политики повышения дивидендных выплат. Ну, может быть, какие-то еще более экзотические, так сказать, энергетические компании. Я просто их не трогаю, поскольку там, так сказать... Энергетика не просто сейчас, конечно. Такая волатильность, да, что там велика, так сказать, доля инсайдерской торговли, поэтому я не хочу, так сказать... Говорят, что там тоже есть по некоторым бумагам, бывают неплохие дивидендные выплаты. Сам просто я ни разу не проходил через реестр там, поэтому не могу судить. Все-таки вот с долгосрочной точки зрения, наверное, надо... Ну, если не шортить Газпром, то, по крайней мере, очень задуматься над этой бумагой. Я был готов, что ты скажешь, шортить все надо долгосрочной. В свете ситуации, в первую очередь, со сланцевым газом. Вот это, конечно, бомба. Да, Газпром, если вот так честно говорить уже в конце передачи, на данный момент не входит в число моих любимых бумаг. Я вот не исключаю, что Роснефть будет набирать обороты, будет набирать силу. И как-то уже присутствие на этой передаче, там, несколько месяцев назад я говорил, что на ближайшие 2-3 года, возможно, Роснефть, она среди голубых фишек может перехватить инициативу. Ну, за счет чего? За счет известных событий, да? За счет, да, известных событий, за счет усилий менеджмента, за счет мощной поддержки со стороны, так сказать, власти. Но тут есть определенный нюанс, связанный с, по-моему, существующим конфликтом между руководителем Роснефти и руководителем правительства. И вот надо очень внимательно смотреть на эту ситуацию, особенно в свете последнего реализовавшегося уже конфликта между руководителем прежним Москвы и тогдашним президентом. На такой уровень ты ставишь этот конфликт. Да, то есть на самом деле этот конфликт, по-моему, заслуживает внимания и создает риски в акциях Роснефти. Риски, безусловно, но мне хотелось даже... Да, потому что если бы все было совсем безобычно, я думаю, сейчас бумага бы уже стоила где-то 215-218 рублей. Но она все равно, вот, последние даже несколько дней, несмотря на закрытие реестра, смотрится лучше рынка, на мой взгляд. Я благодарю вас, уважаемые мои друзья. Действительно, все было очень интересно. Мне, по крайней мере, очень понравилось. Вы, как всегда, были на высоте. Будем закругляться, времени осталось мало. Я благодарю сегодняшних гостей Алексея Труняева и Максима Осадчева. Я благодарю, уважаемые слушатели, вас за внимание. Тем более, сегодня пятница. Я желаю вам приятных выходных. Ну и традиционно, всего доброго. Спасибо за внимание. Успехов на рынке. Спасибо. До свидания.